Ну здравствуйте, детишки! Вы хорошо вели себя на этой неделе? Тогда получайте новогодний выпуск самой киношной программы на нашем телеканале. С вами я, Нина Бережная. И сегодня никаких новинок. Сегодня я расскажу вам о фильмах, смотреть которые лучше с кружечкой какао где-нибудь возле елки. Вашему вниманию список самых атмосферных новогодних и рождественских кино. Поехали! Разумеется, иначе и быть не могло. Первая в топе новогодних кинолент – история о сумасшедшей семье Макалистеров, забывших одного из кучи своих детей дома в канун Рождества. «Один дома» – любимый фильм, если не всех, то большинство из нас. Я в отличной форме. Атмосферы фильму однозначно добавляют украшения шикарного особняка. Сценаристы не поскупились на дизайн интерьера, продумали все до мелочей. Дом Макалистеров украшен тысячами огоньков, рождественскими венками и другой праздничной атрибутикой. Оказаться в таком, уверенно, мечтает каждый. Но, как вы все помните, канун праздника омрачают двое мокрых бандитов. Хотя тут еще стоит поспорить, омрачают ли они его или наоборот делают интереснее. В общем, история известна всем и каждому. Но надо отдать должное, пересматривать ее можно бесконечно. Что, собственно, все мы и делаем каждый Новый год. Вторая часть «Один дома» не менее атмосферная. На этот раз мама снова теряет мелкого и вспоминает об этом в аэропорту на другом конце света. В этот раз действие разворачивается в Нью-Йорке. Кажется, сейчас я вас обрадую. В интернетах ходят слухи о том, что вскоре свету покажут новую часть «Один дома» со взрослым Макалеем Калкиным в главной роли. Да, ребята, Кевин уже не тот. За травочку кинула Google. Собственно, именно после их крутейшей рекламы ассистента в сети и поползли слухи о возможном возвращении Кевина на экраны. Хм, кажется, это было бы интересно. Девочки, вытирайте слюнки и набирайтесь терпения. А мы тем временем переходим к следующим фильмам. Еще одно праздничное кино с пометкой «Обязательно к просмотру» серия фильмов о Гарри Поттере. Скажу честно, когда я составляла список новогодних кино для этого выпуска афиши, спрашивала друзей, какие фильмы у них ассоциируются с праздниками. Процентов 40, как один, отвечали «Авадо кидабра!» История о Гарри Поттере – это, пожалуй, одна из самых продаваемых и обожаемых книг в истории человечества. На основе этого литературного шедевра сняли 8 полнометражных фильмов, которые любят и дети, и взрослые. Добрые волшебники, злые колдуны, магия и настоящие чудеса случаются с маленьким Гарри, живущим под лестницей у нелюбящих и нелюбимых приемных родителей. Но на то оно и волшебство, чтобы порадовать и окунуть в другой интересный мир. В этот мир оно окунает не только героев саги, но и ее зрителей. Когда услышите мой свисток, оттолкнитесь ногами от земли посильнее. Держите метлу ровно, зависаете на пару минут, слегка наклоняйтесь вперед и приземляйтесь. В общем, смело скачивайте все серии о Гарри Поттере и несколько вечеров в приятной компании вам обеспечены. Ну и как же в новогодние праздники без знаменитейших советских комедий? Включив телевизор 1 января, нам может показаться, что прошлой ночью мы изрядно перебрали, и теперь нам мерещится одна и та же картинка. Но нет, российское телевидение оккупирует одно и то же кино. Ирония судьбы или с легким паром? История про Женю Лукашина, перепутавшего Питер с Москвой, не теряет актуальность. По крайней мере, в этом убеждены те, кто составляет сетку вещания главных федеральных каналов. Иронию судьбы в Новый год показывают раза четыре, и это только на одной кнопке. Впрочем, этот фильм неизменно напоминает о празднике и с ним ассоциируется. Ой, тепленькая порта. Еще один фильм, без которого Новый год не Новый год, Иван Васильевич меняет профессию. Это здесь Шурик не сдается и крутит винтики своей мудреной машины времени. Галочка умирает от зависти, потому что режиссер Якин везет ее подругу в Гагры. А сам Иван Васильевич, сдружившись с вором, пытается вернуться в настоящее из царского прошлого. С удовольствием российский зритель смотрит «Джентльменов удачи», «Кавказскую пленницу», фильм «Чародеи» и «Карнавальную ночь». Все эти киноленты сначала любили наши бабушки, затем мамы, а теперь любим, ну или как минимум смотрим мы. Вряд ли кто-то представляет себе новогодние каникулы без хотя бы пары перечисленных кино. Но на советском кинематографе останавливаться не будем. «Доброта» – главная составляющая новогодних фильмов Тимура Бекмамбетова, ставших таким же атрибутом праздника, как «Салат оливье» и «Бутерброды со шпротами». Вашему вниманию «Елки» – аж пять частей фильма на ура заходят нашему зрителю. А все потому, что каждый герой картины так или иначе отзывается в русском человеке. «Елки» – еще один отличный вариант для вечернего просмотра. И да, не придирайтесь к сюжету, он до боли прост. Но разве не этого нам всем хочется на праздниках? Мне на праздниках хочется отвлечься от всех дел и провести время новогодних каникул с семьей и друзьями. А чего хочется вам? Можете смело писать в комментариях о том, как любите проводить Новый год. Ну а мне остается лишь пожелать вам настоящих чудес в наступающем 2021-м. Пусть они случаются несмотря ни на что. И, конечно, хорошего, качественного вам кино. На этом я прощаюсь, дорогие. Увидимся в следующем году. Авадакидабра! Говорю же, верьте в чудеса несмотря ни на что. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова